Встреча с молодёжью 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 Вот такой хлопчик Подавал большие надежды Саша Сапожников Аня Шаманская Коробкова Ирина До сих пор она работает чудесно Кое-чему научилась И в дальнейшем Вадим Меремс Встреча с молодёжью Встреча с молодёжью Встреча с молодёжью Но Это отдельный разговор Эффективность В общем Такого рода Обучения Особенно Контрактного Меня не убеждает Лично Если так округлить Вот Времена Времена Которые приносили нам На ряду с какими-то большими Нашими Великими Китайскими Скачками И какие-то большие Недоразумения И противоречия Эти времена Приводили и к тому Что журналистика Которая была всегда элитарной И потому что Четвёртая власть И потому что Вторая древнейшая Потому что Она по сути элитарна своя Ведь журналист Стоит в определённом ряду Она потихонечку Превращалась В проходной двор Она потихонечку Превращалась во что-то Очень доступное Тут и техника подвела Потому что Если на телевидении Работали кинооператоры Которые снимали Мухрое производство Так называемое Киноплёнка А это очень сложно И кинокамера Ей надо было долго учиться Обладевать И к нам приходили Кинооператоры Которые заканчивали В ГИК Операционный факультет Приходили в киностудии Это были профессионалы Более-менее талантливые Разные люди по характеру Но они Это камера Потом появились камеры Вот как это Например Которая сама снимает Нажал на кнопочку И всё Чё там надо Вот это Посттелевизионное Вернее Телевизионное поколение Которое Уже рождалось При наличии телевизора Дома И это был уже не праздник Для нас Потому что я В детстве долго не мог понять Мне рассказывали Про телевизор Как это Не стоять в очереди В кассу И не лазить через забор Посидеть дома Я не верил Это было невозможно Киношка Это было счастье Вот А попасть туда Значит И как же Это я буду долго смотреть Вот Но всё равно Даже когда появились телевизоры Это мало Телевизионное было поколение И на телевизор Приходили Ставили Три-четыре Реда стульчика Приходили Соседи Вот Поэтому те ребята Для которых это Не праздник Не езжали отчасти Потому что Ведь это праздник По-настоящему Привычная вещь В комнате Два окна И третья На здоровье А сейчас даже И это не так интересно Потому что Есть ноутбук Есть компьютер А что дальше будет Я даже себе не представляю Мысли ты не остановишь И вот в этой ситуации Ну и заодно Конечно мы стали Великими демократами И вместо одного Государственного телевидения На область 26 их было В областях Украины В каждой Появилось там 10, 15, 20, 30 Сейчас кажется 35 Компаний Да Продакшн Там и прочее Вот Я это называю Животноуческим термином Не поддающийся Учёту приплод Появился Откуда кадры взялись От какой сырости От чего Это же очень сложная вещь Понимаете Оказывается это чепуха Взял мяч и фигач Взял микрофон И погнал передачу Вот Недоумевают немножко студенты Которые должны 4 года Протирать там юбки и штаны И должны изучать Много всяких дисциплин Связанных с этим Когда подружка уже там В этом канале А дружок вот там уже То есть Что-то вот такое Конечно это Странички Современности А не былого Вот Поэтому Наступил момент Когда Моё Желание Попытаться Ну не ликвидировать Это Остановить эту эпидемию Вот В связи с тем Какова настоящая задача Журналистики Журналистики Не журналистика Это всё смешно Это Знаете Кружок юных корреспондентов Приморского районного дома Пионеров и школьников Вот так Ну на здоровье Это любительство Пусть играют Ну играют люди во врачей Да? Играют люди в учителей Ну на здоровье Это ладно Но речь же идёт о настоящей педагогике Речь идёт о настоящем телевидении О настоящей журнете Это совсем другое Вот Поэтому вот Такое моё желание Привело к тому что Я Ну Пишу книженцию Такую Республику телевидению Вот А тут Оказывается Что у вас Тоже назрели Вот такие Тенденции Что надо бы Как-то Во-первых Отобрать людей Которые могут Потому что Оказывается Живописью не все Могут заниматься Графикой Скульптурой Прикладным искусством Музыкой Не все могут заниматься Летать тоже Не все могут быть пилотами Не все даже могут быть Прокурорами Да? Вот А это пожалуйста Раз плюнуть Что тут Подожди что Держать микрофон Человек может Тридцать два знака Гуклиных Он знает Не боги горшки обжигали Боги горшки обжигали Вот И поэтому вот тут Просто Может быть тоже счастье Такое счастливое совпадение Когда со мной завели разговор На эту тему Я уже был как-то Перезрел В этом отношении Человеком И мы встретились Поговорили И что особенно важно Есть возможность Отбора Потому что Речь идет о кандидатах В элиту А элита и жлобство Две вещи Несовместные Хотя Такие тенденции В обществе Проглядываются сейчас Это так сказать Демократия наоборот Понимаете Вот Один Очень крупный Деятель Эпохи культа личности Давая Отповедь Такому человеку Назвал его Не в меру Демократический товарищ Все же хорошо В меру Так же Как это было не в меру Вот у нас Это же Или когда-то разгул демократии Демократия Само по себе Это нечто другое Люди неправильно Представляют Это Наша болячка Еще с семнадцатого года Когда Правильно Говорящий человек Считался Подозрительным А Батюкающийся Был своим Поэтому Когда Статус Этой Студии Учебно-творческой Так мы договорились Называть ее Наверное Подумаем Чтобы у нее было Имя собственное Какое-нибудь Вот Была заложена Некоммерческая основа А это Есть возможность Отбирать Потому что Когда сегодня Студент еле-еле тянет Говорю Это как Экс-доцент Университета А тебе Руководство Говорит Подожди Ну он же Контракт заключен И деньги оплачены И что прикажешь Теперь делать? Которые Малоперспективные Совершенно В этом отношении Помните Как у Райкина Если у папы Деньги есть А у девочки Слуха нет Так почему бы и не заниматься В консерватории Вот Все же хорошо Меру не должно абсурда доводить Я понимаю Отца Но общество Должно позаботиться И о своих перспективах И о государстве Ведь обратите внимание Что значит проходной двор в элиту То что человек Всякий Плохой О себе О своем сегодняшнем И завтрашнем Дне Оно обязательно На дороге тех Кто хочет Туда попасть Ставит какие-то плотины Какие-то Шаблоны Пожалуйста Белости просим Равные возможности Общество Равные возможности Возможности Равные И всякому дураку Понятно Что люди от природы Не равны И поэтому Значит Вы знаете Наш командир завода Когда я еще был Сапливым курсантом Он иногда Делал такой номер Он перед входом В столовую А голодные же были Хотели есть Кормили хорошо Прекрасно Но к обеду уже Кишки играли Марш с прощения Славянки Вот Он ставил коня Перед входом В столовую И когда Подводили взвод Четырехотделенного Состава И пожалуйста Значит А у него плёточка Такая была Ветка Он показывал Куда руки бросать И падал Туда в столовую А если ты не набрасывал Садился вверху Обратно И Конечно Это не пусто А мой Конечно это глупо Хотя нас это развлекало Мы потом научились прыгать Через него почти без рук Вообще Вот Поначалу не у всех Получалось Но сам принцип Хочешь Туда Пожалуйста Только прыгни через дом Когда общество Заботится о себе Когда общество Не ставит лапки Сегодня так Завтра так Без государственной мудрости Без общественной мудрости Каждый день Значит какая-то дырка Надо её залатать Никто не смотрит вперёд А будущее Только болтовня о будущем идёт И будущее становится уловкой Потому что каждый раз говорится Да мы перетерпим Перестрадаем Но вот в будущем Ну Вот знаем мы это дело Слышали Особенно мы Кто давно живёт на свете Так вот Общество Общество Поручает государству А в демократической стране Общество Поручает что-то Государству Общество Поручает государству Как своему аппарату Ставить вот этих Коней Экспортивных И пусть кто хочет Пусть прыгает Только пусть перепрыгнет Ну не получилось сразу Пусть повторит Такая ситуация Такая ситуация И контрактное обучение В общем вступает Некоторые противоречия Тем более что Есть профессии Которые Ну почему-то Не могут организовать Большого конкурса И поэтому Приходится брать Всё Или закрывать Факультет Закрывать кафедру И прочее В принципе это было бы Порядочно И честно Со стороны учебного заведения Но Вы знаете Учителя Они же В душе тоже люди Вот И поэтому значит Есть некоторые сложности И компромиссы В общем В этом случае Те высокие оценки Которые требовалось Ставить контрактникам Они не соответствовали Их знаниям А контрактник в общем И не собирались Особенно так Где-то Работать по этому Профилю Естественно совершенно Что те условия Которые здесь созданы В южно-украинском Отделении Академии наук Украины Даже Сами стены Вообще Все это Ощущение Сложное Мое Может быть Отличное Субъективное Субъективное Это храмовость Какая-то А с другой Атмосфера Какая-то Студенческая Вот сейчас Мы были Только общались Просто есть Старшие студенты Младшие студенты Как один чеховский Герой Я старый студент Люди Сохраняют себе Какое-то студенческое Демократическое Мировосприятие И это прекрасно И поскольку Они Ничего не платят Постольку С ними Можно и построже Постольку Можно Кого-то Извините Дай Бог Что это не понадобилось Но за ухо и на солнышко Это даже в интересах Самих людей бывает Потому что Ну Есть какие-то другие дороги И человек же может Ведь сколько погубили людей Потому что Брали их в редакции Брали их Они там терлись Терлись Я наблюдаю всю жизнь За одной гражданкой Которая Была принята в редакцию Потому что Понравилась Заместителю редактора Вот А потом Она там сделала Феноменальную карьеру Абсолютно Административно Творческую Не соответствующую Абсолютно Ну Смешно Нелепо Но Однажды Когда я разговаривал С человеком откровенно Она говорила Да ты прав Я просто анализировал с ней Рецензировал ее продукцию В куче не держится Как говорят народы Да это прав Но это потому что Я там У меня роды были Там Когда я начинала Вот у меня папочка Я говорю Доставай Чудес не бывает Я это знаю Она сказала Давай почитать Она охнула Потому что Эта папочка там лежала много лет Я назвал что Вот там ее настоящие работы Вырезки А их читать невозможно Это с учетом того Что писала по-русски А потом Видела По-русски Все таки При квалифицированном переводе Это уже не так глупо И переводчик тоже В общем соображает что Вот так Поэтому Даст Бог Чтобы мои эти ощущения И впечатления Подтвердились практикой А только она является Критерием истины Вот Но я думаю что Что у рождения Этого учебно-творческого объединения Этого учебно-творческой студии Студии мы назвали Да Потому что все таки Все мы студенты Штудия Да Штудировать Это может быть великая вещь И нужно запомнить Сегодняшний день Потому что Вот У Пушкина было 19 октября Да День лицея Когда они впервые встретились Потом Всю его жизнь Кто там Кого-то было меньше Иных уже нет А те далече Кто последний Горчаков да Последний лицеист Вот Он дожил до Первомартовского процесса Эдра Довольцев Даже Друг Пушкина Вот Наверное нужно Чтобы Те Молодые люди Юные Которые Пришли сюда Попробовать себя И стать на эту стезю Надо чтобы они запомнили Этот день Может быть не очень удачное число 13 Вот Ну Мы же люди образованные Должны быть выше Этих предосудков Вот И Дальше как сложно Со судьбой Будет интересно Чтобы Всякий год Отмечать Это и их встречу Здесь Ну а многие Знакомы просто между собой Но День так сказать Вот этого лицея Я думаю Может оказаться Судьбоносным В Культурной жизни Одессы Культурной жизни Одессы Украины А поскольку Этот храм связан Со всем миром Ну Можно дерзнуть Предположить Что это будет Как говорили Сто лет назад В мировом масштабе 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 День ~! День День